Всем привет! Подождем сейчас, как всегда, когда наберется определенное количество людей, минимальное, чтобы провести трансляцию. Кто я такой, чтобы разговаривать на тему денег? Для тех, кто не знает, я расскажу, что я занимаюсь бизнесом в интернете с 2002 года. Я являюсь основателем и владельцем сервиса Smart Responder. Это мой бизнес. И занимаюсь я бизнесом 13 лет. Я 13 лет в бизнесе, поэтому, что касаемо денег, кое-что я разобрался с этим, поверьте. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу денег, то не стесняйтесь, пишите их в комментариях. Сегодня напоминаю, тема трансляции – это деньги. То есть все, что связано с деньгами, с бизнесом, с работой. И все, что касается денег. То есть если у вас что-то есть, что вы хотите узнать, то есть у вас есть возможность сейчас на самом деле сократить свой маршрут. Многие люди бьются годами головой об стену для того, чтобы понять какие-то простые вещи по поводу денег, например. Есть сейчас возможность не биться годами головой об стену и просто спросить. Пока я жду вопросы, я, наверное, все-таки озвучу какие-то базовые вещи по поводу денег. Первый момент. Деньги – это средство обмена, универсальное средство обмена. Такова их природа. Так они были задуманы, что они нужны для того, чтобы обмениваться ценностями, полезностями. Для этого люди их и придумали. Такова их основная природа. И получается, что много с ними проблем возникает с деньгами. Что многие люди не понимают этой природы и расценивают деньги как некий отдельный товар. Что они сами по себе как-то живут своей жизнью. Нет. Деньги – это то, что приходит к вам в обмен на ту ценность, которую вы даете другим людям. Все. Понимаете? То есть если нет денег, значит проблемы с ценностью, которую вы отдаете в мир. То есть вы недостаточно полезны, недостаточно ценны для тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Если вы работаете на наемной работе и получаете маленькую зарплату, значит вы недостаточно полезны. Либо вас недостаточно хорошо оценивают как бы те люди, с которыми вы работаете. Но если вас не оценивают достаточно хорошо, у вас есть свободная воля, как бы вы можете поменять это всегда. Но многие люди не меняют, просто терпят что-то, как бы терпят то, что их недостаточно оценивают. Либо они недостаточно хорошо делают то, что они делают. Либо то, что они делают часто недостаточно уникально. То есть есть очень много профессий, в которых люди могут быть легко заменяемы. То есть легко заменяемость. То есть тысячи людей, которые претендуют на примерно одинаковую какую-то вакансию. В такой ситуации, конечно, много денег не заработаешь. Потому что всегда, если что-то не устраивает с одним человеком, его можно уволить и нанять какого-то другого человека. То есть это не является проблемой. А проблемой всегда является именно нанять хорошего специалиста, действительно опытного спеца, который занимается тем, что любит и хорош в этом. Вот это всегда тяжело сделать. Так, подушка безопасности, какова сумма? Очень индивидуально. Каждый сам себе определяет, сколько ему нужно для того, чтобы почувствовать себя в безопасности. На самом деле она небольшая. Ну то есть подушка безопасности – это обычно сумма, которая у вас есть. И с помощью которой вы можете продержаться, например, полгода. И обеспечить свои минимальные потребности, которые вы сейчас тратите для того, чтобы жить. Не максимальные свои потребности, а минимальные. То есть там минимальное пропитание какое-то, чтобы не голодать. Нормально квартиру там снимать, как бы, да, или платить за коммунальные в своей квартире, если вы живете в своей квартире уже. Позволять себе там одежду какую-то купить, да. То есть минимум. Вот этот минимум – это подушка вашей безопасности. То есть большие суммы не нужны какие-то, да. Вот. И очень часто, кстати, многие люди не меняют свою работу, думая, что им на самом деле много надо денег, намного больше, чем им реально нужно для того, чтобы поменять работу. Минимальный доход в месяц, чтобы путешествовать, ну, наверное, тысячи три-две-три тысячи долларов – это так, чтобы нормально начать путешествовать. Потому что билеты, вот смотрите, в одну сторону билеты могут стоить там 400-500 долларов на человека в одну сторону. Можно, конечно, знаете, вообще есть люди, которые умудряются путешествовать вообще за копейки. То есть все зависит от того, как вы себе это представляете. То есть кто-то даже путешествует этим, как его, автостоп или как он называется там, когда вы просто бесплатно куда-то можете добраться. То есть кто-то реально за копейки путешествует. А кто-то себя не представляет просто в таких условиях, и ему нужно больше денег. То есть кому-то, кто-то хочет на самолете долететь, чтобы ему комфортно было. Это очень индивидуальный момент. 8 лет занимаясь операциями с недвижимостью, в какой-то момент приход денег прекратился. Ну, такое бывает, да. Это означает, что есть чувство, что я не могу еще брать больших денег у клиентов, так как боюсь не оправдать, еще не готов. Либо приходится отвоевывать себе сделку. Ну, здесь смотрите. Если в какой-то области вы чувствуете, что вы что-то делаете, и вам все сложнее дается определенный материальный уровень, это говорит о том, что вы там застряли, то есть вы уже пропустили какой-то важный момент. Важный момент для того, чтобы что-то изменить в этой деятельности, либо изменить сам подход в этой деятельности. То есть важно поменять, ну что-то пересмотреть свои подходы в этой деятельности. Либо пересмотреть саму деятельность, то есть изменить саму деятельность. Одно из двух. То есть бывает такое, что человек, занимаясь какой-то деятельностью, он останавливается в своем развитии, то есть он вырабатывает какие-то стратегии, как он там действует, и он продолжает действовать по этим привычным стратегиям. И вот он действует, действует, какой-то период времени они ему приносят успех и результат, но в какой-то момент они уже перестают работать, требуется развитие. То есть нужно двигаться дальше, развиваться, развивать свои навыки, как-то по-другому, может быть, подходить к этим задачам. Какие-то вещи вам надоедают просто. Вообще сложные отношения с деньгами всегда давались тяжело. Понятно, да? То есть бывает такое, что вы пропускаете момент, когда вам нужно изменить то, в чем вы находитесь. И обратите внимание, что это всегда два момента обычно. Либо нужно изменить подходы в той деятельности, в которой вы работаете, которая вам интересна, продолжает быть интересна. Либо вам просто перестает быть интересна какая-то деятельность, но вы ради денег, ради результатов продолжаете ей заниматься и используете старые наработанные подходы. То есть либо одно, либо другое. И вот если вы не исправляете эту ситуацию, то есть либо вы не меняете подходы, либо вы не... Знаете как, даже можно вот так вот сделать. Сначала поменять подходы, посмотреть, что получится. И если это вам не помогает, то нужно менять деятельность. То есть застревание в старом – это типичная проблема большинства людей. То есть застревание в привычном старом. Страх изменений, страх что-то изменить, страх потерять вот как бы возможность, которая сейчас есть. Вот это очень частая история. Не бойтесь. Возможностей всегда много. И вот вся моя жизнь, весь мой опыт и показала, что когда отпускаешь что-то старое, всегда возникает пустое пространство, и туда приходит что-то новое. То есть туда приходят новые возможности. И исключений из этого не бывает. То есть всегда так. То есть не бывает такого, что вы что-то отпустили, у вас какая-то старая история закончилась, и не началась новая история. Такого не бывает. Поэтому вот этот страх, он у многих людей просто тупо удерживает в том, что не нравится. Как повысить свою финансовую самооценку, выполняя работу, но беру за неё небольшие суммы? Ну, я проходил через это тоже, да. Что как бы беру немного за это, да. Хочется вроде больше брать. Здесь надо пробовать. Здесь надо по чуть-чуть. Знаете, не надо резко брать много. Вот вы, например, зарабатывали там, условно говоря, 100 долларов, и вы хотите сразу перейти на 300 долларов, да. То есть можно всё это постепенно делать. Поймите, что вот проблема именно со страхами часто возникает, потому что вы хотите быстрых и резких изменений. Вот вас пугают эти резкие изменения. То есть если человек зарабатывал там, условно говоря, 30 тысяч, да, если он начнёт зарабатывать сразу 300 тысяч, он просто это не, ну как, он не переварит это, понимаете. То есть это как из первого класса сразу в пятый попасть. То есть нарушается закон постепенности, и поэтому вы сами будете от этих денег убегать. И здесь дело не в самооценке, здесь важно по чуть-чуть это делать. То есть вот важно по чуть-чуть делать. То есть вы что-то производите, да, вы создаёте некую ценность для других людей. Вы привыкли брать определённую сумму. Что здесь имеет смысл сделать? Посмотрите, во-первых, какие цены на рынке. То есть если на рынке цены намного выше, чем вы берёте, то вы смело можете, опять же, понемножку подтягиваться к общерыночным ценам. Можете чуть-чуть, то есть если вы не уверены в себе, как в специалисте, вот обратите внимание, если вы не уверены в той ценности, которую вы производите, то есть вы фактически не уверены в том, что вы производите настоящую пользу, настоящую ценность для других людей, то тогда вы будете не уверены в стоимости своих услуг. Но когда вы понимаете, что вы хороший специалист в своей теме, и вы знаете, что вы действительно хорошо делаете то, что вы делаете, вы знаете, как это делают конкуренты, да, вы просто исследовали свой рынок, свою нишу, и понимаете то, что вы делаете, вы делаете это на хорошем уровне. Вот когда вы это понимаете, тогда это позволяет вам разрешить себе за свою качественную, действительно конкурентную работу на общем уровне, да, брать не меньше, чем остальные. Очень часто бывает так, что вы понимаете, что то, что вы делаете, вы делаете недостаточно хорошо, то есть вы недостаточно хороши в этом, но вы за это хотите получать деньги, как те, которые делают это очень хорошо. Вот, и ну знаете как, внутри ваша совесть вам не позволяет просто брать за это больше денег, поэтому самооценка, тут вопрос даже не в том, как вы сами себя оцениваете, а насколько вы понимаете, что то, что вы делаете, оно реально востребовано рынком, и насколько вы понимаете, что то, что вы делаете, оно находится на общерыночном уровне качества. То есть вот когда, кто такой профессионал? Профессионал это человек, который делает качественный, ценный продукт, и он для того, чтобы его делать, много в это вложил, он много обучался, он имеет таланты, склонности от природы к этому. И он способен адекватно оценить, опять же, смотря на то, что происходит сейчас на рынке вообще, кто делает то же самое, и на каком уровне он делает, и сколько они берут за это деньги. Понимаете, если вы видите, что они берут намного больше, а делают то же самое, что вы, то у вас есть фактически разрешение прямое брать, ну может быть не столько же, сколько они, но чуть-чуть меньше, но больше, намного больше, чем вы берете сейчас. То есть здесь уверенность в себе базируется на ваших навыках, на вашем профессионализме и на том качественном продукте или качественной услуге, которую вы делаете. Понимаете? То есть это не из воздуха берется, вы не просто высасываете и придумываете цену, вы смотрите, сколько, какая цена есть на рынке сейчас за это, и сколько вы можете реально адекватно попросить за то качество, которое вы делаете. И если вы делаете реально качественные вещи какие-то, вы имеете полное право просить не меньше рыночной цены. А если вы начали делать что-то очень хорошо, если вы действительно видите, и вам это подтверждают ваши клиенты или ваши коллеги, что вы действительно делаете очень хорошо то, что вы делаете, то вам это дает внутреннее разрешение за это брать больше. Понимаете? То есть когда вы понимаете, что то, что вы даете, та ценность, которую вы предоставляете в мир, даете другим людям, она уникальна, она в своем роде, ну вот действительно очень сильно востребована, и таких людей, которые делают то же самое, что делаете вы в таком качестве, на таком уровне, их мало, это вам естественным образом открывает возможность и дает разрешение брать за это большие деньги. Понимаете? То есть большие деньги это то, как голосуют за то качество, которое вы делаете, те люди, которые потребляют это качество. То есть цену даже не всегда вы устанавливаете просто своим согласием с какой-то ценой, а вы просто в какой-то момент понимаете, что то, что вы делаете, вы делаете круто. То есть вы профессионал в этом. И если вы понимаете, что вы профессионал, вы уникальны, то, что вы делаете, это ценно, и вам люди это подтверждают постоянно, тогда вы можете со спокойной совестью брать за это те деньги, которые вам реально за это платят. Понимаете? Другая ситуация бывает, и она очень часто распространена. Человек еще не стал способен приносить достаточно качественную ценность, производить какой-то ценный, качественный продукт, услугу. То есть бывает, что он еще не вырос до нужного уровня, а жадность уже большая. То есть он уже хочет большие деньги зарабатывать. То есть он, в принципе, не стал профессионалом еще, не вызрел в профессии, чтобы брать большие деньги, но хочет брать деньги как профессионал. Понимаете? И вот это несовпадение его реального статуса, можно сказать, его реальных возможностей и способностей с той ценой, которую он хочет получить за свои услуги, вот это и вызывает внутри такую как бы ситуацию конфликта. То есть он понимает, что он просит слишком много за то, что он предоставляет. То есть нету достаточной ценности, он чувствует внутри где-то на уровне души, что вот та ценность, которую он предоставляет другим, она не стоит столько денег. Он не уверен в себе, не уверен в качестве своего продукта или своей услуги, которую он предоставляет. Поэтому он и испытывает какие-то муки совести по поводу брать денег. Но когда вы действительно хороши в чем-то, какая проблема? Проблемы больше нету, вы берете за свою способность быть ценным для других людей. Это нормально. И нормально очень много бесплатно отдавать. Вот обратите внимание, что профессионалы, то есть обратите внимание, что все профессионалы, они очень много отдают бесплатно. То есть у них есть очень много бесплатности, которую они делают для других людей. И когда уже на этой бесплатности строятся отношения, другой человек понимает через эту бесплатность, что тот профессионал, он взаимодействует с ним и через эти бесплатные какие-то услуги или какие-то бесплатный контент, бесплатные консультации, бесплатный продукт какой-то, да, который он получает, он видит. А этот чувак, он реально понимает или там, эта женщина понимает, что она делает, или этот мужчина. Он реально профессионал в этом. И он по этому продукту бесплатному оценивает, что есть в этом человеке что-то, что он, чем он мне может быть полезным, ценным и как он может помочь мне. И тогда такой человек спокойно приходит и платит деньги, потому что он понимает, тот ему может помочь. Понимаете? То же самое на наемной работе. Вы приходите, вот вы куда-то устраиваетесь, и вы своим подходом демонстрируете всегда работодателю, чего вы стоите. То есть если вы работодателю даете даже больше, чем он ожидает, и для вас это достаточно легко, это означает, что работодатель будет вами доволен, он будет как бы, ну, заинтересован в том, чтобы вы остались, в том, чтобы платить вам больше. Он будет видеть, что вы ценный сотрудник, вы любите то, что вы делаете, вы приносите ценность в компанию, вы можете организовать хорошо свое дело, да, то есть свой труд можете хорошо организовать, налаживайте нормальные отношения с другими людьми и занимайтесь тем, что любите. И если этот работодатель видит, он никогда вас не уволит, что вы. Если это нормальный, вменяемый, адекватный работодатель, он вас никогда не уволит. Он будет беречь вас и ценить, и делать все возможное, чтобы вы остались, и платить вам всегда вот как бы, ну, и добавлять, добавлять, добавлять. Я так и делаю со своими сотрудниками. То есть у меня, если есть сотрудники, которые меня более чем удовлетворяют, я им постоянно по чуть-чуть повышаю зарплату, чтобы они чувствовали отклик от меня, что я доволен тем, что они делают. Какие-то премии, какие-то бонусы, то есть поддерживаю в человеке вот это вот ощущение, что он полезен, что он ценен в этой компании. Понимаете? Поэтому на самом деле проблема часто бывает не в компании. То есть, ну, давайте признаемся, что часто мы транслируем, обвиняем других в своих проблемах. Часто бывает проблема в нас самих. Давайте еще вопросы по деньгам, по тому, что вот вам непонятно. Сейчас мы разобрали уже некоторые вопросы. Спасибо вам за них. Если еще есть какие-то вопросы, связанные с деньгами, с заработком, с тем, как устроиться в жизни, так, чтобы решить свои финансовые вопросы, финансовые проблемы, задавайте, не стесняйтесь, я из своего опыта чем смогу, помогу. Напоминаю, что у меня свой бизнес, у меня где-то 18 человек сейчас в команде. Я 13 лет занимаюсь бизнесом. За это время накопился определенный опыт в плане денег, в плане взаимодействия там с сотрудниками построения бизнеса. То есть, в принципе, на эти все темы я сейчас открыт, готов ответить на ваши вопросы. Бизнес не получается, как будто не хватает знаний, а в найме, как правило, такое ощущение, как будто не дано. Реально бизнес – это не для всех. То есть, я сразу хочу сказать, что бизнесменами дано быть не всем. И это неплохо и нехорошо, это не оценивается категориями хорошести или плохости. Просто мы все разные. Кто-то себя замечательно чувствует и реализуется на наемной работе. Ему не надо просто открывать свой бизнес. Он не готов его абсолютно на его уровне развития, его устраивает работать на кого-то. То есть, я же вот вам говорю, у меня 18 человек в команде. Люди работают абсолютно спокойно в найме и абсолютно довольны тем, что они ходят в офис, они любят свой офис, они любят свою работу и получают зарплаты. Они довольны своей зарплатой, им хватает как бы, да. У них есть возможность, в принципе, брать отпуск в тот момент, когда они хотят пойти в отпуск. Ну, понимают, что уже устали. То есть, всегда себе можно найти компанию, в которой вас ценят как специалиста, где вас уважают, где вас любят. Нужно для этого просто искать. Вот. И, короче говоря, бизнес это не для всех. Максим, какими пластиковыми картами ты пользуешься, с какими картами лучше путешествовать? Я пользуюсь разными картами. У меня есть одна пластиковая карта кредитная, это Тинькофф, банка Тинькофф, а все остальные у меня дебетовые. Я вообще не очень люблю кредиты брать. У меня много карт, как бы, ну, не знаю, там штук 10, наверное, пластиковых карт у меня. В основном, конечно, это Альфа-банк. Я обожаю Альфа-банк, я считаю, что это один из лучших банков в России. То есть, у меня достаточно много, там, 4 или 5 карт Альфа-банка. Потом Тинькофф-банк я использую, тоже считаю, что это один из самых передовых банков. И у меня единственная кредитная карта, это банк Тинькофф. Также использую и другие банки. У меня есть одна карта в Сбербанке, там есть карты в Open-банке, да, в банке открытия. Ну, то есть, и у меня только одна кредитная карта, и все остальные у меня дебетовые. То есть, я придерживаюсь философии «живи по средствам». То есть, сначала я создаю ценность какую-то, да, то есть, я формирую какую-то ценность. Ищу способ, как предоставить именно такую ценность, которая востребована сейчас на рынке. Создаю какой-то проект обычно, да. И когда я предоставляю эту ценность, организовываю систему взаимодействия с рынком, которая уже потом называется бизнесом, да, там начинается прибыль. Вот когда у меня появляется прибыль, только тогда я уже начинаю думать о том, что я и как буду покупать на эти деньги. То есть, я не живу по принципу, сначала я определяю, что мне нужно, да, вот какие мне объекты нужны какие-то, а потом я уже под это начинаю искать деятельность. Я так не живу. То есть, я сначала ищу себе деятельность по душе, да, как бы, а потом я уже смотрю, как реализовываться в этом проекте, в творческом проекте, как приносить ценность, пользу другим людям. И уже как там зарабатывать деньги, как монетизироваться, и потом уже, когда есть деньги, я уже смотрю, что бы я на эти деньги хотел бы и могу купить. То есть, я рассматриваю, как бы, возможности приобретения что-то, когда у меня есть на это деньги. А когда у меня нет на это денег, я ищу способ, как мне самореализоваться, да, то есть, как мне на самом деле принести ценность в этот мир, как мне помочь другим людям с чем-то, и там уже монетизироваться, и после этого уже думать о покупках. Разве не зная материальной цели деньги не притянутся? Конечно, не притянутся. Я напоминаю, что деньги – это всего лишь средство обмена ценностями, полезностями, которые придумали люди. Поэтому, если вы не знаете, как вы можете предоставить ценность другим людям, а откуда у вас деньги возьмутся, деньги вам дают другие люди, и они вам их платят искренне только за то, что для них ценно и полезно. Вот поймите этот момент, это очень просто. То есть, вам деньги платят другие люди, вы их не выращиваете на деревьях, вы их не крадете, вы их не пытаетесь, не знаю, как-то печатать, рисовать. Понимаете, деньги – это всего лишь средство обмена. И когда вы понимаете, в чем вы полезны, в чем вы можете быть ценны другим людям, как вы это можете выяснить? Вы можете общаться с другими людьми, задавать им вопросы. Вы можете пробовать себя в разных направлениях и чувствовать, что у вас лучше всего получается. И когда у вас что-то… Да, фокус не на мечте, а фокус на пользе людям. То есть, фокус совершенно на другом. Да, спасибо. То есть, получается, что вы ищете, как вы можете быть полезны, ценные, да, как вы можете принести ценность этому миру. Самое важное – это найти, как вы можете быть ценные, полезны в жизни. Вот как вы можете делать то, что вам, с одной стороны, нравится, интересно, да, с другой стороны, как вы можете делать это так, чтобы это нравилось и было интересно другим людям, чтобы они почувствовали пользу и ценность от этого. Вот это ваша главная задача. Понимаете? То есть, с одной стороны, понять, что вам нравится делать, что вы любите делать, в чем у вас уже есть какие-то навыки, или в чем вы хотите приобрести навыки, действительно, в чем вам интересно обучаться достаточно длительный период. И потом вы должны смотреть, как это все превратить в ценность для других людей. Вот только здесь находятся честные деньги, вот только в этом месте рождаются действительно деньги, благодарные деньги, которые вам будут в радость. Понимаете? Вот когда вы получаете такие деньги, тогда вы можете реализовывать свои материальные ценности какие-то, да, ну, что вам надо. Но когда вы занимаетесь тем, что вы не любите, когда у вас нет навыков, да, то есть, очень часто люди идут обы на какую работу, лишь бы заработать денег, и у них нету навыков, понимаете? То есть, так как они не знают, что им интересно, так как у них нету реальных навыков профессиональных, они очень часто идут на такие массовые какие-то заработки, да, то есть, массовые профессии, куда может подойти кто угодно практически. Ну, тупая работа какая-то, которая не требует от вас профессионализма и каких-то навыков, какого-то, какой-то квалификации. Когда это не нужно, тогда вы, конечно же, будете, с одной стороны, заниматься тем, что неинтересно, с другой стороны, получать гроши за это. Если вы хотите зарабатывать на наемной работе хорошие деньги, вы должны быть специалистом, понимаете? А для того, чтобы стать специалистом, нужно научиться делать что-то хорошо. А чтобы научиться делать что-то хорошо, нужно это любить, понимаете? То есть, нужно... Как вы можете научиться делать что-то хорошо, если вы абсолютно не интересуетесь и не любите это? Понимаете? Поэтому, возвращаясь к словам Джона Леннона, все, что тебе нужно, это любовь. То есть, ты должен понять, что ты любишь. И ты должен понять, что ты любишь делать, что у тебя хорошо получается, найти это. И когда ты это находишь, нащупываешь, тогда ты можешь уже через это найти, как ты можешь быть полезен другим. Да, нет, не фокусируйся на том, что ты хочешь иметь. Фокусируйся на том, что ты можешь отдать другим, что тебе интересно делать. То есть, вот какие плоды деятельности, которая тебе интересна, в которой ты развиваешься, в которой тебе интересно обучаться, какие плоды этой деятельности ты можешь потом обменивать на деньги? И как ты это можешь сделать? Понимаете? Вот, понимаете, вот это очень важный момент, который вам очень критично понять, что не сначала мы думаем о плодах, а сначала мы думаем о пути, то есть мы смотрим, какой путь нам вообще приемлем, то есть какой путь нам по душе, как бы мы хотели путешествовать, а потом мы уже, ну, мы можем выбирать, в принципе, и куда мы хотим путешествовать, то есть мы постоянно выбираем, куда мы хотим путешествовать, но мы также выбираем и как мы хотим там оказаться, понимаете, и важно и то, и то одновременно. Важна и цель, и важна в такой же мере сам процесс, само путешествие. Вот когда вы соедините эти вещи, то есть с одной стороны цель важна, это может быть материальная цель, с другой стороны важен путь, в такой же степени важен, и когда вы не предаете свою цель ради пути и не предаете путь ради цели, тогда у вас будет постепенно, вы будете нащупывать правильное направление, как вам правильно двигаться к этой цели, понимаете, и вы будете также нащупывать такие цели, которые не противоречат вашему интересному пути, то есть вот чтобы и путь интересный был, и цель интересная была. Да, баланс, баланс, вот постоянно важно следить за балансом, то есть такое движение по лезвию бритвы, как Ефремов описывал, да, что жизнь – это движение по лезвию бритвы. Вы все время балансируете, вы все время чувствуете, где вы заваливаетесь, то есть вы можете завалиться в ложную цель, но вы можете завалиться также и в ложный путь, понимаете? То есть заваливаются люди и туда, и туда, и очень важно следить поэтому и за целями, и за своим способом, как вы движетесь. Если вы научитесь определять ложные цели, и вы научитесь определять, как вы сами себя дурите в настоящем по поводу пути достижения этой цели, тогда жизнь очень сильно упрощается, понимаете? И деньги – это всего лишь то, как другие люди голосуют за ту ценность, за ту радость, можно сказать, за то, как вы осчастливливаете других людей, понимаете? То есть вот один там есть, подождите, есть какое-то государство, я не помню, на Ближнем Востоке, там, где король этого государства оценивает экономику не по ВВП, не по количеству прибыли, да, как бы, а по уровню счастья своих людей. То есть насколько счастливы люди в его государстве, вот в этой стране. Это очень правильно, понимаете? То есть оценивать важно, на самом деле, по уровню счастья. То есть вы работаете на какой-то работе, например, насколько вы счастливы, когда вы там работаете, и насколько счастливы те люди, ради которых вы работаете, ради которых вы создаете что-то вот в этой компании или в этом бизнесе. Насколько там все счастливы, удовлетворены. Понятно, что идеально не будет, но какова степень? То есть если там, например, 90% людей счастливы от того, что вы делаете, 10% не удовлетворены, но вы просто с теми 10 можете не взаимодействовать. То есть они как бы отсекаются, просто отсеиваются, можно сказать. Но если вы сами несчастны, то есть вы чем-то занимаетесь, вы сами несчастны, вы делаете несчастными других людей, когда вы делаете то, что вас не делает счастливыми, то и вы за это получаете деньги. Эти деньги зачем они вам? Они вас не осчастливят. Они вам не сделают вашу жизнь красочной, интересной, радостной. Не получится. А кого лучше слушать себя или наставника? Ну в первую очередь важно, конечно, слушать себя, а потом уже наставника. То есть вот у меня не просто есть и был, у меня продолжает быть, то есть продолжает быть несколько духовных наставников. И я сразу нескольких людей в разных направлениях беру. То есть у меня минимум три есть духовных наставника. То есть у вас не обязательно задача кого-то обучать, да? То есть это не обязательно, то есть может быть вы чувствуете, что вам не нравится обучать других людей, вы имеете право полное. Но если вы любите электрику, да, если вы любите с этим ковыряться, копаться там, делать какие-то электрификации, да, вот проводить там провода, делать что-то там, не знаю, ковыряться с этим всем. Вы можете это делать так, что те люди, ради которых вы это делаете, они будут счастливы. И вы будете счастливы. Вот если вы счастливы в том, как вы, чем занимаетесь, и вы делаете постоянно, осчастливливаете других людей, то вы встанете в этом профессионалом. Эти люди, которых вы сделаете счастливыми, удовлетворенными, они будут о вас рассказывать другим людям. И те другие люди будут к вам тоже приходить, и они будут тоже получать от вас удовлетворение, счастье. Таким образом, будет сарафанное радио, вы будете получать все больше клиентов, вас будут люди все больше ценить, понимаете? Но для этого нужно быть очень хорошим специалистом, и важно научиться правильно общаться с людьми. Понимать, что вы не просто работаете ради денег, чтобы прийти, быстренько отделаться, вот тяп-ляп как-нибудь сделать и получить свои деньги. Нет. Вы делаете, потому что это ваша миссия. Вы служите другим людям. Вы как бы... Для вас это дело совести, дело чести, прийти и сделать хорошо что-то. Если интересно несколько сфер, но трудно выбрать, да, что-то одно. Нужно пробовать в разных себя сферах и честно себе признаваться, какая сфера наиболее интересна. У меня такое было тоже. У меня тоже было, что я вот как бы немножко распылялся в несколько сфер, но через какой-то момент я честно сам себе признался, вот проект Smart Responder, он мне более интересен. Я его ставлю на первое место, а все остальное убираю. То есть очень важный, кстати, момент, научиться не расфокусироваться, не распыляться. То есть нужно найти зону максимального интереса. То есть что вам на самом деле интереснее всего? Вот из того, что вы делаете, да, желательно остановиться на чем-то одном. То есть есть такой метод, что вы выбираете самое интересное, берете его и уже идете в это тотально как бы, и потом в какой-то момент вы определитесь, это вам интересно дальше или вам интересно что-то другое. Понимаете? То есть а когда вы сразу во все стороны, то вы ни на какой конкретной деятельности полностью не можете собраться, и поэтому не можете там получить ясность какую-то, ясную картину, это ваша деятельность или не ваша. Чтобы понять, ваша деятельность или не ваша, лучше перебирать последовательно. Понимаете? Не одновременно, а последовательно. То есть пошли куда-то, попробовали, посмотрели, ваше, не ваше, уже в какой-то момент у вас сложится ясное чувство, а это мне неинтересно. Все, тогда оставляйте и двигайтесь дальше. Интерес должен деньги приносить или просто как интерес? Интерес, сначала он ничего не должен. То есть сначала он рождается, сначала, естественно, вы куда-то тянетесь, и потом он может либо остановиться в какой-то момент, ну, перестало быть интересным и все, либо он может разжигаться, усиливаться, интерес может усиливаться. То есть он не остывает. И вот если вы находите какую-то нишу такую, в которой ваш интерес не остывает, это и есть, можно сказать, то, что называется предназначение. То есть вы идете туда, вам интересно там развиваться, интересно обучаться, интересно проводить эксперименты какие-то, пробовать что-то создавать, получать какой-то опыт производства. И если интерес больше, чем желание денег, это очень хорошо, кстати, когда интерес больше, чем желание денег, это правильная ситуация. Если желание денег больше, чем интерес, то это неправильная ситуация. Ну, она как бы может быть в вашей жизни, но если вы желаете больше денег, а интерес меньше, то рано или поздно вы начнёте зарабатывать деньги на том, что вам неинтересно. Понимаете? То есть, если желание денег, то есть, это жажда, жадность, да, становится слишком большое, и она перебивает ваш интерес, вот так вы и становитесь жадными и несчастными. Очень важно, чтобы интерес был больше, чем желание денег. Это должно быть естественное, перманентное состояние. То есть, в первую очередь, я занимаюсь тем, что интересно. Если мне что-то становится неинтересно, я себя долго там не дурю. Просто ищу способ как-либо это делегировать, либо перестать этим заниматься. Понимаете? Вот я так и развивался в бизнесе. То есть, сначала я пришёл, да, мне было интересно создать проект. Я всем этим занимался, и мне было интересно всё сразу. Мне было интересно программировать, интересно было рисовать, интересно было заниматься там хостингами и поддержкой клиентов. То есть, я был человек-оркестр, мне всё было интересно. Потом я вдруг начал определять, что какие-то вещи мне надоели, они перестали мне быть интересными. То есть, мне, например, интересно продолжать там общаться с клиентами, но неинтересно уже программировать. И что в этот момент я делаю? Я, конечно, долго терпел это. А потом в какой-то момент я понял, всё, я терпеть больше не могу, мне нужен программист. Я начинал уже искать, так, мне нужен программист, давай я поищу программиста, возьму первого сотрудника и найду человека, которому это реально интересно. Это его, это его предназначение, он в этом хорош. Он в этом лучше, чем я. И вот так я находил как бы сотрудника, договаривался с ним, в каких отношениях мы там находимся и делегировал ему, понимаете? То есть, в какой-то момент становится что-то сильно неинтересно и здесь я себя больше не дурю и перестаю этим заниматься. И перестаю я это либо через делегирование, либо через отказ полный. И не важно уже как там, что с деньгами. С деньгами это уже второстепенный момент. Но если мне что-то совсем неинтересно, я не могу больше себя насиловать. То есть, я могу чуть-чуть потерпеть какое-то время. Так, если интерес идет в ущерб денег, если интересное дело, но нет желания развивать его ради денег, значит что-то с вашими установками и суждениями не так. Нет проблемы с деньгами, понимаете? То есть, деньги это не проблема. Деньги это средство обмена, это просто удобный инструмент в жизни. Поэтому, если вы чем-то занимаетесь, интересуетесь, развиваетесь в этом, получаете какие-то навыки, но не хотите это конвертировать через деньги, ну это какая-то проблема в области суждений. То есть, у вас есть какие-то суждения, что деньги это плохо, что с деньгами вообще вот нехорошо брать деньги за что-то. Это не совсем так. Понимаете, так наш сейчас социум устроен, что деньги это нормально. То есть, есть вещи, которые вы можете делать бесплатно, и это тоже нормально. Но есть вещи, которые требуют естественного обмена. То есть, вы все время вкладываетесь, отдаете, 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 а вам надо на что-то жить. Понимаете, вы тоже человек, у вас есть тоже какие-то естественные потребности. Я не говорю о супер-мега потребностях, но естественные потребности есть. Надо кушать, важно платить за жилье там и так далее. Поэтому проблема не в обмене, проблема не в деньгах. Проблема в том, что, возможно, вы считаете, что вы недостойны обмена в какой-то интересной вам области. То есть, вы чем-то интересуетесь, развиваетесь там, приобретаете навыки, но вы недостойны это обменивать на деньги. Почему? Почему вы недостойны? У вас может комплекс неполноценности какой-то быть? Это уже другая история. Есть отличный проект по созданию соцсети, есть уверенность в том, что получится все, но нет денег. Смотрите, у вас есть уверенность, что все получится. На чем она основана? Вот смотрите, у предпринимателя его уверенность по поводу будущего проекта всегда основана на следующем. Во-первых, на тех ресурсах, которые уже у него есть. Это собственные навыки, это собственный опыт какой-то, уже наработанные какие-то ресурсы собственные, личные. Также это его деньги, которые у него есть. То есть, у него есть всегда некий базовый ресурс, с которого он может начать развивать проект. Это дает ему некую уверенность в том, что этот проект получится. И тогда он его начинает. На чем строится ваша уверенность? Очень часто у новичков есть уверенность в том, что у них получится какой-то проект, например, соцсеть. На чем это построено? Вы уже делали подобные проекты, вы делали более простые проекты, но уже много. У вас уже наработан опыт, наработаны навыки, с которыми вы пойдете в новый проект. Вот если у вас этого нету, то у вас, во-первых, уверенность ваша, она будет на самом деле иллюзорной. То есть, она просто, вы, возможно, воодушевились какой-то идеей, вам кажется, что это обязательно стрельнет. Но вы не проводили маркетинговые исследования, вы не проводили анализ рынка, анализ ниши. У вас нету определенных навыков профессиональных сейчас, как у предпринимателя, чтобы все вместе это дало вам уверенность. Понимаете? Дело не в том, новая ступень интернета, не новая ступень интернета. Вот смотрите, бизнес – это очень простая вещь. Бизнес всегда опирается на реальные какие-то вещи, на реальные данные. То есть, когда я, например, начинал свой... Нет, вот то, что нет аналогов – это фигня. Понимаете? Это фигня. То, что нет аналогов – это не значит, что рынку нужно то, что вы хотите привнести в него. Нужно отталкиваться от того, что нужно реально рынку сейчас. Предприниматель, бизнесмен всегда отталкивается от реального, невосполненного какого-то спроса, который сейчас вот есть на рынке, а никто его качественно не удовлетворяет. Предприниматель не выдумывает какие-то бизнесы, из пальца не высасывает, просто потому что нет аналогов. Понимаете? Он всегда отталкивается от рынка, от ситуации на рынке. То есть, если сейчас будет ли этот проект востребован, почему он будет востребован? На основании чего? И настоящая бизнес-идея, она всегда опирается на то, что найден какой-то… Вот понимаете, например, существуют какие-то социальные сети. Проведен серьезный анализ этих социальных сетей, проведен серьезное исследование пользователей этих сетей, и вот эти пользователи, они все время говорят, что нам не нравится вот это здесь, а вот в этой соцсети нам не хватает вот этого, а вот в этой сети нас задолбали вот эти. И вдруг находится некий предприниматель, который просто делает широкий анализ вот этого недовольства, чем недовольны люди на рынке. И когда он это исследует и понимает, ага, вот людям не хватает вот этого, вот этого, вот этого и вот этого, если все это объединю, как бы, да, и сделаю социальную сеть, которая учтет все недовольство рынка, тогда я представляю, что, ну, я понимаю, что эта сеть, она будет более удобной, более востребованной, понимаете? Да не важно, не важно, какая технология там, это все не важно. Важно только одно, если реальный горячий спрос на эту технологию, не придуманный вашей, там, может быть, сетевой компанией, да, вам там в сетевых компаниях любят, знаете, как придумывать такую легенду, сейчас мир вот в чем-то нуждается, вот страстно нуждается вот в чем-то, а потом, когда вы идете и разговариваете с реальными людьми, вы понимаете, что реального спроса на это нет. То есть очень часто многие компании вам придумывают какие-то иллюзорные вещи и говорят, что вот там в новом тысячелетии будет спрос на это, и вы просто верите, но вам не хватает понимания проверить это, технологичности, навыков, как это проверить. Настоящий предприниматель, он любую идею тестирует, гоняет, он ее сверяет с собственным компасом, с собственным пониманием бизнеса, понимаете? То есть я как создавал свой бизнес? Вот смотрите, как создался смарт-респондер? Это очень просто было. Я на тот момент был уже опытный дизайнер, я был достаточно, ну у меня достаточно было навыков в программировании. Я уже начал увлекаться маркетингом, да, и как раз на одном из семинаров по маркетингу, я когда пришел, там все люди, это был семинар связанный с e-mail маркетингом, там все люди ругались на один западный сервис, на гитреспонд, плевались от него все время, и говорили, блин, как глючно работает, тормозит, русского языка нету, там кривые кодировки и так далее. И Дима Смокотин, который вел вот этот вот семинар, он тоже ругался, блин, когда же в Рунете появится нормальный сервис e-mail рассылок, который работает нормально именно в бизнес-тематике, и вот настроен на то, как формировать доверительные отношения с помощью e-mail маркетинга. То есть мне озвучили эту идею. Мир, вот, то есть люди, которые там находились на этом семинаре, они просто все это рассказали сами. А я потом уже пошел после этого семинара и начал, ну, изучать эту тему, реально понял, сейчас сервиса нормального рассылок в Рунете вообще нету. Есть там Subscriber.ru, есть какие-то там еще другие сервисы, но они для бизнеса не подходят. Они вставляют там свою рекламу, они не дают видеть своих подписчиков, то есть ты не видишь свой список подписчиков, просто тебе озвучивают какую-то цифру, сколько у тебя подписчиков, и ты просто по ним отправляешь. Нет инструментов анализа, как бы, как ты отправил, что там произошло, сколько открыло письма и так далее. Понимаете? То есть тупо сервиса нету, а на Западе они уже есть, я понимаю, что это движется к нам, движется в наш рынок, скоро это будет все востребовано. И тут я понимаю, что сейчас надо срочно это делать. И я именно тот человек, который может взять, сесть и сделать это. Понимаете? То есть здесь вопросы не возникают, что я вижу надвигающийся огромный спрос на это, на эту технологию, а ее нету в Рунете. И в 2002 году, в 2001 году, это было еще на, ближе там, не, это был 2001 год, я просто увидел это, что сейчас надвигается массовый спрос на email маркетинг, и нет ни одного инструмента, который на рынке Рунета может это удовлетворить. Все, я, для меня это был очевидный момент. Понимаете? То есть не было вопросов, пойдет это или не пойдет, это уже пошло на Западе. Очевидно, что это все западные интернет-маркетологи занимаются email маркетингом. Это началось уже в Рунете. Все, кто начал заниматься интернет-маркетингом, заработками через интернет, они тоже начали искать, как им отправлять свои рассылки. Все, я просто увидел дикий спрос на это. И поэтому я пришел и начал это делать. И все, я сделал этот сервис, этот сервис был обречен на успех, потому что был массовый, неудовлетворенный спрос. Вот что такое бизнес. Понимаете? Когда вы знаете, что на это уже есть массовый спрос, но просто он неудовлетворен. И вот Стив Джобс, например, он чем отличался? Он был гений в этом. Так, как найти инвестиции, если нет прототипа, и как обеспечить проект средствами? Во-первых, инвестиции не нужны часто. То есть, можно начать проект часто с нуля даже. То есть, вот я начинал с нуля, я начинал с 200 долларов. Я не брал чужие деньги. До сих пор я их не беру. Если вы хотите взять чужие деньги, то вы должны быть профессионалом. Дадут деньги чужие только профессионалу, который уже что-то подобное делал. Понимаете? То есть, те, кто дает деньги, они не идиоты. Они хотят свои деньги вернуть. Поэтому, для того, чтобы вернуть свои деньги, они должны быть уверены в том, что вы являетесь профессионалом в том, что вы делаете. А если, а как убедиться, что вы профессионал? Мастера оценивают по его предыдущим работам, по его квалификации. Если нет программиста, можно с ним договориться всегда. Можно его взять в долю. Знаете, как многие стартапы начинались? Они начинались на энтузиазме. Встречается один предприниматель, а другой программист. И они договариваются и вместе начинают проект. Таких проектов даже в Рунете много. Можно найти программиста, который устал быть программистом и хочет больше заниматься, например, быть техническим директором. Он хочет заниматься программированием, но только определенным высшим программированием. Какие-то низшие вещи он устал делать. И тогда вы можете найти такого программиста, с ним объединиться. Это самый простой способ. Когда вы берете чужие деньги, то вы фактически... Это тоже, можно сказать, рабство определенное. То есть вы уже не свободны делать так, как вы хотите. Есть люди, которые вас контролируют. Они вам дали деньги, и они будут спрашивать с вас. Поэтому для стартапов брать инвестиции не всегда хорошо. Хорошо только в той ситуации, когда те, кто начинают стартап, они уже профессионалы. И не профессиональные программисты просто, а они профессионалы в предпринимательстве. Понимаете? То есть у них уже было несколько проектов. Они имеют уже организаторские навыки. Они имеют опыт взаимодействия, построения бизнес-процессов. Каких-то, понимаете? Тогда под это им могут дать деньги. И это дает им уверенность определенную, что стартап, скорее всего, пойдет. Понимаете? Если человек уже сделал несколько стартапов, довел их до определенного результата, и когда он приходит к инвестору и говорит, слушай, я вот сделал один проект, и там он успешный, и второй проект он успешный, ты мне дашь по третий проект деньги, конечно, ему дадут деньги. Понимаете? У него уже есть два стартапа. Проблема многих людей, что они думают, что они готовы уже начать свой проект под чужие деньги, а на самом деле у них нет ни навыков, ни опыта, ни понимания, ни видения, вот такого именно реального видения, как это все делается. Они просто, знаете, как переоценивают свои силы. Просто думают, что у них все получится, а на самом деле под этим никакой почвы нет. То есть реальных навыков, реального опыта, реального образования, реальных каких-то вещей под этим нету. И они пытаются взять под это деньги. Никто им деньги не даст. И если им даже кто-то даст под это деньги, это будет беда. Это будет беда. Они, скорее всего, первый проект завалят. Потому что, чтобы первый проект не завалить, ну, нужна платформа, на которой он должен устойчиво начаться, и он должен устойчиво продолжаться. Эта платформа, это может быть, вот как у меня это было, определенные уже навыки. То есть я был уже программист, я уже был дизайнер, и я уже понял кое-что про маркетинг и про бизнес. То есть уже какие-то понимания были. И я не рисковал чужими деньгами. Я рисковал своим временем и своими деньгами. Понимаете? Поэтому я начал постепенно. Я не спешил зарабатывать. То есть у меня, знаете, чем я отличаюсь от многих вот таких вот типа стартаперов, которые хотят побыстрее взять чужие деньги, заработать деньги. Я не стремился быстрее денег заработать, больших каких-то. Понимаете? То есть я не был замотивирован будущим. Я был замотивирован к тому, что мне интересно было все это делать. Мне было интересно попробовать себя в этом проекте, создать свой проект самостоятельно. Мне было интересно реализовать свой какой-то потенциал. Это было в первую очередь. Деньги были во вторую очередь. Понимаете? А у многих деньги в первую очередь, а как это реализовать во вторую очередь? Вот пока вы придерживаетесь такой философии, ничего не получится. И даже если что-то получится, лучше бы не получилось, потому что там вы будете несчастны. Только там, где интересно, там, где вы любите, там, где вы чувствуете развитие собственного, искреннего потенциала творческого, только там, вот нужно честно идти туда, там нарабатывать опыт, навыки, возможно, устраиваться сначала на работу куда-то, на любимую работу, чтобы это была достаточно любимая работа для вас, нарабатывать там свои навыки, способности, и только потом уже, возможно, вы в какой-то момент созреете к собственному бизнесу. То есть ваш бизнес, он должен на что-то опереться. На что он должен опереться? Он должен опереться на некие ваши творческие интересы, на некие навыки, способности, с которыми вы приходите в этот бизнес. Если вы никогда не создавали бизнес, если вы не выработали наемную работу, не приобрели на этой наемной работе определенные навыки, определенный интерес какой-то, ну а как получится? Не получится. Ну что, еще давайте один-два вопроса и хватит. С деньгами главное не спешить. Это один из главных принципов, что деньги, они просто следствие. Причина – это ваше саморазвитие, развитие вашего интереса, навыков, способности приносить ценность другим людям. То есть, чем более вы ценностны для других людей, тем больше у вас поводов монетизировать это, как-то обменивать на деньги. Как реализовать мечту, имея малый заработок? А какая у вас мечта? Обрисуйте ее немножко. Не, вы можете ставить финансовые цели, исходя из реалии. То есть, очень многие люди ставят свои цели, исходя из иллюзорных каких-то вещей абсолютно. То есть, я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов. На основании чего? То есть, какую ценность вы способны приносить другим людям на такую сумму? Вот этим надо озадачиваться. То есть, способны ли вы быть ценностным на 10 тысяч долларов? Если способны, конечно, имеет смысл такую цель ставить. Но что, почему вы их до сих пор не зарабатываете? То есть, люди, знаете как? Нет, я имею даже в виду не опыт, я имею в виду навыки, квалификацию определенную. Сейчас давайте вот по поводу долгов чуть-чуть позже. Сейчас я отвечу на этот вопрос по поводу долговой ямы, а потом. То есть, смотрите, вы хотите зарабатывать деньги. Вы исходите из того, что деньги – это нечто, что вот где-то нужно взять. Вот каким-то образом волшебным они к вам должны прийти. Они не приходят в волшебный таким образом. Вот поймите этот момент. Вам платят деньги другие люди. За что вам, в вашей ситуации, должны другие люди платить, там, например, 10 тысяч долларов в месяц? За что? То есть, вот ответьте, за что вам должны платить другие люди? Станьте таким человеком, которому платят 10 тысяч долларов в месяц. А как вы можете стать таким человеком? Вы можете найти, что вам интересно, что вам реально интересно, чем реально вам интересно, какие у вас, ну, скажем так, какие у вас таланты есть от природы, вот к чему вас тянет от природы? Вы это можете найти, и вы можете там упорно развиваться. Вот если вы будете развиваться упорно в том, что вам интересно и искренне, то рано или поздно вы увидите, что недостаточно, что вам интересно было. Вам хочется в какой-то момент делать так, чтобы то, что вы создаете, было интересно другим людям. Понимаете? То есть, вы сначала опираетесь на собственный интерес, ищите собственный интерес, как нарабатывать навыки в области собственного интереса, а потом вы будете смотреть, как это превращать в то, что интересно другим людям. Понимаете? И вот там, где вы занимаетесь тем, что вот с одной стороны вы занимаетесь тем, что вам интересно, с другой стороны вы думаете, как сделать то, что вы производите, интересное для других людей. Вот когда ваш интерес и интерес других людей сходятся, вот здесь можно монетизировать это все. Здесь возникает монетизация и деньги. Но пока вы не нашли, что вам интересно, как вы можете что-то создать, что будет интересно другим людям. Вы можете пойти на неинтересную работу, заниматься тем, что вам неинтересно, и вы это будете делать плохо, потому что вы это делаете плохо, это будет недостаточно интересно другим людям, поэтому эти другие люди вам будут по чуть-чуть платить, они вам будут платить копейки, гроши. Для того, чтобы вы начали получать действительно серьезные деньги, ну вот что-то такое интересное, вы должны найти, нащупать свое предназначение, свой интерес и начать реализовывать это, и нарабатывать там знания, понимания, какие-то навыки, опыт, как что-то производить такое, на таком уровне, на таком качестве, что это начнет действительно привлекать вот других людей. Для других людей они будут смотреть на это, о, это прикольно, слушай, то, что ты делаешь, это супер, я именно искал то, что ты делаешь, я хочу это, и вот на тебе мои деньги, на тебе мои деньги, и давай то, что ты делаешь. Возникает естественный здоровый обмен здесь, понимаете, здесь появляется естественный здоровый обмен, вы производите интересную ценность, рейки, рейки это востребованная ниша, как бы, да. Рейки это то, что нужно людям. По поводу долговой ямы, по поводу долговой ямы, вот смотрите, был вопрос там по поводу, как выбираться из долговой ямы. Первое, нужно самому себе признаться, я в долговой яме, я сам виноват в этом, ну, принять на себя ответственность. Я попал в эту яму, почему? Почему я попал в эту яму? Вот это очень важный момент. Я попал в эту яму, потому что я хочу жить не по средствам. Я хочу чего-то такого, на что я еще не заработал. Вот это важно понять и осмыслить, что я теперь с этого момента больше не живу так. Я не хочу жить не по средствам. Я теперь очень важно, вот это очень важный момент, признаться себе и понять это, что я совершил ошибку. Я что-то захотел, что я не заработал. Понимаете? То есть я что-то захотел такого, чего я на самом деле не заработал. Я еще не принес ценностей, я не принес что-то этому миру такого, чтобы получить столько денег и за эти деньги что-то себе купить. То есть я себе позволил что-то такое, чего я не достоин пока, чего я на самом деле... Мир мне это еще не предоставил. То есть я еще не заслужил этого мира. Вот это первая мысль, с которой вам надо понять, что вы где-то начали жить в философии паразитизма, потребительства. Я хочу брать, но я недостаточно еще отдал. Я еще не научился отдавать, я еще не научился быть полезным, ценным. Но я уже готов брать, я уже хочу что-то там получить от этого мира. И это типично, это не только ваша история, это философия большинства людей. Я хочу потреблять, но то, как я могу что-то отдать взамен ценностное, реально полезное, я еще не знаю. Так вот нужно это понять и принять, что сначала нужно начать с себя. Сначала должен понять, а чем я могу быть полезен этому миру. Как я могу найти, что мне интересно, с одной стороны, что мне интересно, что я люблю делать, что у меня вызывает творческий процесс, вдохновение. С другой стороны, я там должен научиться это делать хорошо, приносить ценность, реализоваться как некий творец, да, как тот, кто способен приносить некую ценность. И я должен понять, как я могу обменивать эту ценность другим людям, приносить эту ценность другим людям, обменивать на деньги. Делать именно то, что им нужно. Понимаете, что с одной стороны мне интересно, в чем я хорош, с другой стороны, что нужно людям. Такое вот в этой сфере интереса и ценности, которую я способен приносить. Здесь лежат деньги, здесь лежат ваши мечты, понимаете? Вот здесь вы можете реализоваться и реализовать свои мечты. А многие думают, вот у меня такая мечта, жирная сладкая морковка, и я теперь думаю, как мне ее реализовать за счет технологии, за счет манипуляций, за счет каких-то, как мне обмануть других людей, отжать у них деньги и реализовать свою мечту. Нет. У вас задача сделать счастливыми других людей. Чем больше вы делаете счастливыми других людей, чем больше вы ценности им приносите, тем больше они, естественно, вам отдают деньги и остаются удовлетворены от этого. То есть они платят вам и удовлетворены от того, что вы им даете. Вот этого надо искать. Это первый момент. Нужно понять это, что вы сами залезли в эту долговую яму, придерживаясь неправильной паразитической потребительской философии. Это первый момент. Второй момент. Когда вы уже понимаете, что у вас долги, да, долги, вам нужно смотреть, как вам найти такую работу, где вы реализуетесь как творец. В любом случае вам нужно искать такую работу, которая вам в большей степени нравится. Идти туда, отрабатывать эти деньги, отдать этот долг и больше туда не попадать. Понимаете? Больше так не делать в жизни. Не вестись на это. Не соблазняться на это. Никогда. И жить с этого момента отныне по средствам. Никогда не разевать варежку на какую-то морковку, которую вы пока не заслужили, не заработали. Не нужно у мира как бы, знаете, отнимать что-то, выдергивать от мира. Что, мол, вы пришли и мир вам обязан. Мир вам ничего не обязан, кроме того, что он вам дает здесь и сейчас. Если вы понимаете законы мироздания и понимаете, что сначала вы должны что-то создать, вы должны собственного творца откопать в себе, реализовать, когда этот поток творческий внутри вас пойдет, все остальное, оно, естественно, в свое время сложится. Понимаете? То есть оно сложится, но должна быть правильная основа. Эта правильная основа – ваш искренний интерес, ваша творческая самореализация, ваше служение другим людям, так, как вам интересно и как им интересно. Вы все время ищите. Как вам интересно, как им интересно. Вот это интересное взаимодействие, оно может быть оформлено как удачное место работы, да, правильное удачное место работы. Как ваш бизнес, как ваш бизнес, как какая-то благотворительная деятельность. Я не знаю, чем вы от природы склонны заниматься. То есть это может быть иметь разную форму, оформлено может быть по-разному, но суть одна всегда. С одной стороны, вы занимаетесь тем, что вы любите, тем, что является вашим предназначением. С другой стороны, те люди, которые потребляют продукты вашей вот этой интересной творческой деятельности, они тоже удовлетворены в большой степени тем, что вы производите. И только здесь рождаются правильные деньги, правильный обмен. Вы что-то производите, это ценностно для других людей. Они за эту ценность платят свои деньги, голосуют за это своими деньгами. Так зарабатываются этичные, правильные, честные деньги. Взять кредит, но не быть готовым абсолютно его отдавать, это вне этика. Это неправильное действие, нецелостное, понимаете? Рассчитывать, что вы можете создать свой проект, хотя вы сложный проект какой-то, сложный бизнес открыть, что вот вы верите, что вы можете создать свой бизнес-проект, но вы до этого ничего не создавали, у вас нету нужных навыков, нужного образования, нужного опыта, да? И денег нету, и вы хотите пойти и взять эти деньги, это тоже неправильно. Понимаете? Это все неправильно, это все вне этика, это все признаки, что вы не понимаете, как эти вещи естественным образом по законам этой вселенной правильно происходят. Понимаете? Это просто непонимание, неправильные суждения, неправильные идеи, какая-то неправильная программная начинка в вашем уме. Вот эти идеи нужно осознавать, переосмысливать, менять, понимать, где у вас ошибки, и все, и тогда ваша жизнь начнет меняться. Вы просто будете видеть, как естественно, как по законам этой вселенной, на каких принципах строится правильная деятельность, естественная деятельность, вот это естественное взаимодействие, естественный обмен, естественная монетизация. Как не отжимать деньги у других людей, а как с ними договариваться, как делать реально для них что-то полезное, ценное, чтобы они платили вам деньги, еще писали вам положительные отзывы и были рады, что они вам принесли свои деньги. Понимаете? Вот в этом смысл. Чтобы человек вам заплатил за то, что вы ему предоставляете, и остался доволен. Вот только через это создаются правильный этичный бизнес там или любые другие финансовые отношения. Если вы что-то делаете такое, что другой недоволен, а вы деньги его берете, это воровство. То есть он остался недоволен, он не удовлетворен той ценностью, которую вы принесли. Для него это не ценность, а деньги вы забрали. Это воровство. Так вот, ваша задача понять это, как делать так, чтобы и вам нравилось, и другим людям нравилось, чтобы все были выигрыши, довольные, ну не все там, большая часть, с кем вы взаимодействуете. И чтобы все было хорошо и у вас, и у других. Это единственное, что вам надо понять по поводу денег. Ну ладно, я думаю, на этой положительной ноте можно завершать наш эфир. Достаточно сегодня было сказано по этой теме, как бы, по поводу денег. Если будут какие-то еще вопросы, пишите в социальные сети. Я доступен в ВКонтакте, в Фейсбуке. Вот, отвечу на ваши вопросы по мере возможностей. На этом все, пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok